Чернобыль Это включает детей, которые в 20% из 100 рождаются уже с патологиями Здесь работают около 50 предприятий, которые производят окись этилена, каустик, хлор и фенолформальдегидные смолы В этом городе уже стало нормой, что содержание опасного фенола в воздухе превышено в несколько раз постоянно в течение многих лет Токсичный фенол – это отход производства, его парами дышат жители города Ну и, соответственно, из-за этого страдают болезнями дыхательных путей, слизистых оболочек А со временем фенол накапливается в организме и может вызывать образование злокачественных опухолей Американские ученые, которые проводили исследования в Держинске, пришли к выводу, что средняя продолжительность жизни в городе у мужчин 42 года, а у женщин не намного больше – 47 лет Самая большая опасность исходит от полигонов химических отходов Туда везут отходы и из Нижнего Новгорода, полигонов в Держинске десятки, но никакой рекультивации с ними не производится Отходы накапливаются там годами На решение этих проблем необходимо 134 миллиарда рублей, но для Держинска это примерно 66 годовых бюджетов Естественно, самому городу не справится, но сегодня Дмитрий Медведев должен провести выездное заседание президиуму госсовета Как раз в городе Держинском, на котором будут обсуждаться меры по ликвидацию накопленного экологического ущерба Настя? Спасибо, Женя! Это наш эколог Евгения Воскобойникова Держинск признан одним из самых грязных городов мира Он на втором месте, на первом – Чернобыль Это мировой рейтинг Продолжение следует...